В Эфиопии дороги лучше, чем в Казахстане. В мировом рейтинге качества дорог наша страна оказалась на 115 месте, африканская на 97-й строчке. На одну позицию выше нас разместилась Россия. Из стран бывшего Союза ниже нас в списке находятся только Кыргызстан, Молдова и Украина. И это актуально. Здравствуйте. В республике нет ни одного региона, где бы не жаловались на качество дорожной инфраструктуры. Покрытия многих трасс, особенно районного, сельского значения, не ремонтировались с 90-х годов и находятся в аварийном состоянии. Если раньше основной причиной была элементарная нехватка бюджетных денег, сейчас одна из главных проблем – коррупция и наличие череды посредников. Это когда выигравшая тендер компания нанимает субподрядчика, тот следующего, ну и так далее. По оценкам некоторых участников рынка, до реальных исполнителей в среднем доходит около половины выделяемых из бюджета средств. В целом проделана большая работа. Работа хорошая. Мы будем продолжать. Только на строительство автодорог за три года выделено 630 миллиардов тенге. Километраж – 2000 километров. Это великое дело, которое будет работать на будущие поколения. Сейчас вопрос эффективности и прозрачности, и качества построенных дорог. Из-за таких безобразий правоохранительные органы задержали почти все руководство Казавтодора и его региональных филиалов. Не за хорошие дела, конечно. Только за последние пять лет из бюджета страны выделили на строительство и ремонт дорог более одного триллиона тенге. При этом состояние магистрали, мягко говоря, неудовлетворительное. Автолюбителей на дорогах по-прежнему трясет, а недобросовестных дорожников все так же трясут. Только за последние три года в производстве антикоррупционной службы провели 100 досудебных расследований. Сейчас разработаны новые проекты, с помощью которых, по крайней мере, попытаются свести к минимуму коррупционные риски в дорожной сфере. Одно из предложений, которое мы внесли руководству Казавтодора, это расширить конкурентную среду, которые смогут участвовать в этих услугах по ремонту дорог, то есть передать эти функции в конкурентную среду. Так мы минимизируем участие чиновников в решении этих вопросов. Перевести многие функции в электронный формат, ту же самую переписку в электронный формат. Именно обсуждение предварительных результатов проверок. Неудивительно, что стоимость строительства одного километра дороги в Казахстане значительно выше, чем в других странах. Так если в США в среднем он обходится в 2,4 миллиона долларов, в Испании 1,6, в Финляндии 1,4, в Китае 1,2, то в Казахстане в 3,7 миллионов долларов. То есть деньги есть, зеленый свет на ремонт и строительство тоже техника и технологии, так сказать, самые современные. Вот только исполнение традиционно хромает. Мы продолжаем бить рекорды по количеству, забывая, что в этой погоне зачастую страдает качество. Портят дорожное полотно в Казахстане и грузовые автомобили, считают в мажоресе парламента. По данным депутатов, с начала 2017 года зафиксировано более 30 тысяч нарушений проезда тяжеловесных машин, более половины из которых – перегруз. Оказывается, вред от забитой под завязку фуры равен воздействию 23 грузовых авто. Изменить ситуацию можно. Достаточно усилить контроль за выдачей специального разрешения на проезд тяжеловесных транспортных средств. То есть один проезд грузового автомобиля со значительным перевесом по дороге приводит к необратимым разрушительным процессам дорожного полотна. И поэтому любой штраф или стоимость уплаты за специальное разрешение несоизмеримы затратами на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог. К тому же сейчас необходимо особое внимание уделить развитию местной сети дорог, то есть районного значения, которые строятся Акиматами и находятся на балансе местной исполнительной власти. В этом году на ремонт и строительство таких дорог выделили 145 миллиардов. Со следующего года эта цифра увеличится. Это позволит ежегодно приводить в порядок около 4000 километров автодорог местного значения по всему Казахстану. Будем надеяться, что темпы сохранятся. И уже к 2025 году, по самым смелым прогнозам, 85% всех дорог на селе станут пригодными для комфортной и безопасной езды. Счастливого пути. Это актуально. Казахстан